Зачем Богу наши молитвы? О, совершенно не нужны наши молитвы, Богу абсолютно не нужны. Он прекрасно себя чувствует, что с нашими молитвами, что без наших молитв. Если вообще когда-нибудь какие-нибудь наши молитвы в природе существовали, то он, скорее всего, прекрасно чувствовал себя и без них. С этими молитвами вообще столько мороки, столько путаниц разные. Прям вот иногда руки опускаются от того, что люди думают о молитве. Много молился Моисей, много молился Авраам, много молился, скажем, Исаака. Ну, Давид вроде как молился. В перерывах между того, что рубил головы, устраивал сражения, бегал от своих врагов. Ну, да, молился, псалтырь-то написал. Ну, как-то это псалтырь, это сборник песнопений, составленных в течение, ну, во-первых, не только Давидом, во-вторых, в течение всей жизни. Ну, как-то все не так у них было. Ну, да, конечно, Давид пишет. «Председмерицу и днем хвалих тебя, то есть семь в раз в день я возносил к тебе молитвы». Значит, молился. Ну, что это такое молитва была? По книге читал? Собственные псалмы повторял? Если я говорю, скажем, вставая, Господи, благослови, садясь в машину, говорю, Господи, защити. Приходя на работу, говорю, Господи, помоги. Уходя с работы, совершая обед, говорю, Господи, благослови эту еду. Уходя с работы, говорю, Господи, благодарю. И вечером перед сном говорю, Господи, благодарю. И засыпая, плачу и говорю, Господи, как ты терпишь меня, грешник? Я семь раз помолился. Это имеет в виду Давид или нет? Или нужно прочитать какие-то особые тексты? Грустно все с этими молитвами, но на самом деле, в любом случае, молитвы, наши молитвы Богу не нужны. Они нужны нам. Ну, например, скажем, возьмем такой пример, не касающийся таких высоких отношений с Богом. Вот живут супруги, муж и жена. Они не общаются, живут молча, не разговаривают. Через какое-то время становится очень хорошо. Главное, чтобы каждый знал свои обязанности и исполнял. Она готовила еду, приготовила бы и уходила. Он бы приходил на кухню, ел, складывал в мойку посуду и уходил. Она бы выставляла мусор, он бы брал его и выходил. Идеально вообще никаких разговоров. Тихо, спокойно, каждый делает свое дело. Она читает книги, смотрит сериалы. Он делает какие-то там научные исследования или что-то там, каким-нибудь хобби занимается. И никакого общения. Все же хорошо. Вот живут люди без общения. Это же для многих вожделенная ситуация. Они закрыты, каждый сам в себе. Их души обособлены друг от друга. Ну вот однажды кто-то из них решил заговорить. Он заговорил, потому что другому нужна речь? Или он заговорил, потому что он задыхается от тоски? Он говорит что-то, начинает говорить. Он же привык молчать. А тот начинает говорить. И этой своей речью он показывает, что это ему плохо. Это у него потребность говорить. Второй как-то так поморщился опять говорить. Зачем уже даже язык отучился слова произносить? Ну надо как-то ответить. Потому что плохо другому. Что-то вдруг заболело или заболел. Вдруг больше не будет ужина или вынесенного мусора. Или еще чего-то. Надо ответить. Но тот, кто начал речь первой или первым, тот нуждается в чем-то. И поэтому наши молитвы, это не потому что ему надо, а потому что я в нем нуждаюсь. Они ему не нужны. Они нужны мне. Я обращаюсь к нему. Потому что он мне нужен. Потому что без него я не могу прожить сегодняшний день. Просто прожить. Не говоря уж о том, что прожить его достойно по-человечески или уж тем паче по его воле. Я обращаюсь к нему, потому что он мне нужен. Вот. Здорово ведь, да? Я не могу пройти, проехать километры на машине, потому что я не гениальный водитель. И со мной может приключиться что угодно. Машина может сломаться. У меня может броситься какой-нибудь пьяный человек под колеса. У меня может сбить какой-нибудь гонщик. Да мало ли что может случиться. Я прошу защитить меня. Он мне нужен. Его помощь мне нужна. Я делаю работу. Мне свалили, которую отдел не сможет сделать за год. А мне сказали сделать ее заднюю. Как я ее сделаю? Я не могу. А мне сказали, не сделаю, уж уволю. Значит, я должен как-то сделать. Я не могу, Господи, помоги мне. Это же все понимают, да, ведь? И вот вместо такого, в общем-то, понятного, естественного представления или отношения к молитве, что мы имеем. Мы приходим в церковь, и нам говорят, ты должен молиться утром и вечером. Должен. А если не помолишься, будешь каяться. То, что не помолился. И тогда возникает этот вопрос, зачем Богу мои молитвы? Незачем. Если тебе не нужно молиться, не молись, но ты умрешь. Твое сердце засохнет. Оно не сможет жить без Бога. Но как ты не обращаешься к солнцу, чтобы оно излило свой свет? Как ты не обращаешься к сильному, чтобы он тебя защитил? Как ты станешь человеком, если не обращаешься к тому, по образу которого ты создал? Молиться имплицированно в человеческую природу. Никакой Библии не было, но Авель приносил жертвы и молился. Конфуций не читал Священное Писание, но говорил о том, что надеяться и молиться нужно. И вот это наше неправильное представление. Это мы все извратили. Мы превратили в молитву вместо моего желания сказать что-то Богу. Превратили в необходимость, что я должен с ним разговаривать. Вообще-то мне не нужен, но я почему-то должен с ним разговаривать. Когда человек болен, он приходит и просит исцеления у врача. Это нормально. Он получил исцеление, поблагодарил врача, а дальше периодически звонит и спрашивает там, Иван Петрович, у меня тут такие изменения, это нормально, ничего, угрозы никакой нет, Иван Петрович консультировал по телефону. И они постоянно общаются. Почему? Потому что так надо. Потому что так предписано какими-то правилами. Нет, человек переживает со своей здоровьей, он чуть не умер. И он очень благодарен Ивану Петровичу, и поэтому консультируйтесь с ним, чтобы такого больше не было. Что тут сложного? И молитва должна быть такой. Я молюсь, потому что мне он нужен. И вся молитва Священного Писания, она исходила из состояния человека. Человек звал Бога, потому что нужно было звать. Ему нужно было. Никто ему не говорил, где шел бы, помолился. Никогда такого не было. Человек сам чувствовал проблему и шел ее решать в храме. Пока мы не захотели молиться Богу, ничего не надо делать. Не надо. Потому что человек должен сначала почувствовать, что молиться – это жить и дышать. Ну, представьте себе, рабочий день, ну, просто день начинается с того, что я открываю учебник и думаю, так, как же там я дышать-то должен? Ага, вот, дышать вот так вот, так легкими сделал, вот так вот. Так запускаются механизмы. Трудно это дело – дышать. Кто придумал этот сложный механизм, там, как все эти легкие функционируют, там, все, да, как это, ну, да, ну, деваться некогда, умру, приходится дышать, что же делать-то? Это вот так? Если молитва – это жизнь, это дыхание человека, дыхание, которым он дышит, если он не дышит, молитв, он мертв. И тогда ему, конечно, нужна книга о том, как реанимировать себя, вот, с помощью молитвы. Вот он начинает приучать себя к молитве, если хочет дышать. Но, опять-таки, вопрос не в том, нужно это Богу или нет. Я хочу ожить, я хочу, чтобы молитва стала дыханием. Приходится читать разные книжки о том, чтобы вернуть себя к жизни, чтобы реанимировать себя, чтобы снова начать дышать. Вот так нужно восприниматься. А если мы ставим вопрос, зачем Богу, не зачем, мы ничего Богу не делаем, но, молясь хотя бы из-под палки, принуждая себя к молитве, читая книги о молитве, мы заботимся о себе, чтобы себя оживить, чтобы молитва стала нашим дыханием. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok